Здравствуйте! Мы на канале Европлант Лайф и сегодня мы находимся в ботаническом саду. С нами ведущий агроном, питомник древесных растений Александра Волчанская. И мы хотели бы с ней поговорить про теплый декабрь. У нас уже не первый год достаточно теплая погода стоит в декабре, плюсовая температура. И очень часто я слышу вопросы про то, как это влияет на растения, нормально ли это, ожидается ли у нас глобальное потепление. И все эти вопросы я сегодня решил адресовать специалисту Бинран Ботанического сада. Здравствуйте, Александра! Расскажите нам, нормально ли это явление цветения растений в декабре в Петербурге и в Ленобласти? Ну, скажем так, конечно, виды местной флоры не цветут. То есть для них это не совсем нормальное явление. Есть некоторые аномалии отклонения, как всегда в любых правилах есть исключения. Но в Ботаническом саду действительно сейчас можно встретить цветущие растения в силу того, что сад наш богат интродуцентами. То есть растениями, которые привезены из других областей планеты и успешно здесь выращиваются, проходят различные интродуционные испытания. Поэтому, да, сейчас здесь цветущие растения встретить можно, хотя для них, для их жизненного цикла это, конечно, не совсем нормальное явление. Но мы вот беспокоимся за растения, которые находятся у нас в садах. Например, очень многих смущают зеленые почки, которые начинают распускаться на каких-то видах садовых деревьях, на яблонях, на сирене. Это, конечно, хуже. То есть когда мы говорим о цветении растений, это, скажем так, плохо, но не представляет, в принципе, угрозы для жизни растения. А если начинается вегетация, начинают раскрываться ростовые почки, то это, конечно, уже значительно хуже. Потому что, конечно, холода наступит, зима все равно так или иначе вступит в свои права, и вот эти точки роста уже будут побиты морозами, и возобновлению весной они могут не подлежать. Но растения не погибнут? По-разному. Иногда растения могут очень сложно приносить такие стрессы. И вот с учетом все чаще повторяющихся таких теплых зим, а климатические изменения все равно так или иначе, хотим мы или не хотим, они происходят, и об этом есть документальные свидетельства. Именно наблюдения метеостанций, ряд фенологических наблюдений, которые мы имеем, а у нас самые длинные ряды, это около 250 лет, и эти ряды длинные позволяют нам сделать выводы о том, что климатические изменения есть. Так вот это наметившееся потепление климата, конечно же, оно негативно сказывается даже на видах местной флоры. Иногда на аномально теплые зимы реагируют даже такие виды, как, например, липомилколисна, которая повсеместно используется в озеленении, и так или иначе начинаются вегетационные процессы у нее при длительном межсезонье, и действительно прям часть кроны вымерзает. Это сказывается на декоративности растений, в том числе на декоративности наших парков. Если мы хотим извлечь, например, из этого какую-то эстетическую пользу, прийти в ваш замечательный сад и что-то посмотреть, может, вы нам расскажете, что именно мы можем увидеть? Сейчас мы стоим как раз перед калиной фарера, она как раз цветет, но это такой, скажем, вид, который в принципе в природе можно встретить в Китае, то есть на границе умеренного пояса и субтропического климата не совсем нормально для нашей ситуации цветение, но действительно выглядит достаточно экзотично и декоративно, особенно когда вот зима более, скажем так, настоящий, ложится снег, и вот небольшие оттепели, и зацветает вот этот вот вид калины. Выглядит достаточно эффектно. Обычно она в феврале цветет? Ну да, в субтропиках да, но все равно сбивается ритм при интродукции. Конечно же, это свидетельствует о неустойчивости инфидуцента в наших условиях. Конечно, мы не можем эти растения рекомендовать для широкого использования, для озеленения, но вот как факт испытаний инфидуционных для подведения итогов интродукции можно, в принципе, посмотреть, прийти полюбоваться ботаническим садом. А по поводу волчьего лыка, оно является вообще интродуцентом? Нет, волчьего лыка как раз-таки вид местной флоры, и действительно склонна вот как раз реагировать на все повторяющиеся, аномально теплые, затяжные осени вот такие вот. Потому что, несмотря на календарный декабрь, по факту мы имеем такую продолжительную осень, длительный период межсезонья. Волчьего лыка просто имеет, скажем так, непродолжительный период биологического покоя, короткий период биологического покоя. И если холода не наступают, оно выходит из этого покоя, реагирует цветением. Действительно, у него снижаются репродуктивные функции, то есть цветение, если наступает, то весной оно уже снижено. Соответственно, снижено плодообразование и семяобразование. То есть это определенную угрозу семенной репродукции в лесах Калининградской области это, конечно же, этому виду несет. Но они пока что незначительные, то есть как-то там совсем уж бить в колокола, наверное, еще рановато. Мы переместились немножечко на другую локацию, потому что здесь тоже цветет у нас замечательный кустарничек. Александр, расскажите, пожалуйста, что это за милые, прекрасные розовые цветочки? Жимолость раннецветущая, она в природе распространена на российском Дальнем Востоке, в Китае и в Японии. То есть тоже для нее характерен такой короткий период биологического покоя. И она при длительных затяжных межсезоньях выходит из него, соответственно. Цветет, цветет достаточно активно. Поэтому в условиях Санкт-Петербурга плодоношение не наступает, потому что в основном, конечно, все генеративные органы попиваются морозами в дальнейшем наступающими. И вот в связи с этим, конечно, хочется сказать, что когда-то, вот давно говорили о том, что наиболее перспективные являются именно дальневосточные виды для интродукции на территории Санкт-Петербурга. Действительно, климат очень похож российского Дальнего Востока и Санкт-Петербурга чем-то похож, пожалуй. Но вот в последнее время вот эти затяжные осени, в принципе, как раз-таки именно дальневосточные виды стали себя вести намного хуже. Например, тех же кавказских видов, у которых более длительный период биологического покоя, которые не просыпаются осенью. Они как раз-таки сейчас чувствуют себя кавказские виды намного лучше, чем дальневосточные. Такое тоже из интересных фактов можно сказать. Ну, дальневосточные лучше зимуют все-таки при наличии стабильного снежного покрова. Да, да, и стабильного снежного покрова, и все-таки более низких температур чуть раньше наступающих. Вот это плюс 10 практически до середины декабря, это не очень хорошо для них. То есть даже хотя бы там плюс 5, да, плюс 3, ну не плюс 10, как это у нас часто бывает. У меня, например, на даче есть актинидия коломикта, замечательно живущая. Я прочитал, что она зимует на Дальнем Востоке до минус 30. Да, 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 да. В принципе, у большинства растений, даже которые живут в достаточно теплом климате, но имеется такой генетический какой-то лак на зимостойкость. То есть далеко не все, например, субтропические растения не способны перенесения в более холодный климат. Например, у нас же растет гинго, да, хотя в принципе в природе ареал, да, найден намного-намного южнее, на более южной широте. То есть просто, скажем так, эволюция заложила какой-то определенный интервал, что ли, зимостойкости, которые эти растения способны выдерживать. Ну, есть растения короткого светового дня и длинного светового дня. Это такое тоже есть. И мы как раз, да, еще... Это тоже влияет на цветение. Да, да, это тоже влияет, безусловно, но все-таки в условиях Санкт-Петербурга основной лимитирующий фактор это зимостойкость. То есть от этого никуда не идти. Так-то факторов, конечно, много. И влажность, и распространение болезней, устойчивость к заболеваниям. Но все-таки зимостойкость всегда во все времена был таким основным лимитирующим фактором. Именно на зимостойкость во все времена, за всю историю существования ботанического сада и проверяются древесные растения при интродукции, при различных испытаниях. Есть же простой тест, если взять, наверное, веточку березы сейчас поставить ее в воду, она просто не распустится. Не распустится. Вот это и есть период длительного биологического покоя. А если поставить ту же жумуласть, то она даже еще и листики выпустит. Ну, так, да, это и есть опыт выгонки побегов, по которому можно судить, когда растение выходит из биологического покоя. Если там с шагом срезать, череночки срезать с шагом две недели, рано или поздно, то есть даже береза где-то там во второй половине января уже начнет распускать почки. Но тогда она уже переходит в вынужденный покой и не распускается. У вас еще цветут первосветы какие-то в саду? Да, ирантисы. Ну, они, скажем так, не цветут, они уже показались на поверхности земли. То есть их, по крайней мере, уже можно видеть. Конечно, цветение еще далеко, они все-таки в феврале цветут. И опять же, они находятся рядом, не будем лукавить, они находятся рядом со зданиями. Здания все-таки отапливают и дают все-таки как минимум метру-двум определенное тепло, грунту они дают. Поэтому это позволяет всем растение. Ну, мы встречаем часто мачеху, первую распускающуюся возле отмостки здания. Так что тот же самый эффект. То есть по принципу мать-мачехи. Ну, она в принципе, да, они сейчас чем-то и похожи на нее. Такие же маленькие и желтенькие. А какие-то другие еще первоцветы могут распуститься в декабре? Ну, в принципе, нет. Вот как раз таки травянистые растения, они же более эволюционно продвинутые, чем древесные, поэтому они уже в этом отношении более, скажем так, держат. А подснежники в декабре нам искать нет смысла галантусов? Нет, хотелось бы реализовать эту сказку, но нет. Но такого не случится, да? Или в принципе может? Нет, все-таки травянистые растения, особенно луковичные, однодольные растения, они уже на такие провокации природы не поддаются. А вот то, что сейчас я видел у вас, доцветают примулы, и в принципе они выглядят так, как будто бы только что распустились. Опять же, длительная осень, положительная температура, ну и способность примул в общем-то, да, противостоять даже вот там около нулевой температуре, то есть они в принципе цветут. Это нормально для примулы? Да. И виолы я там тоже видел. Виолы тоже может вполне продолжать цветить? Да, хладостойкие виды трав, они вполне могут вот рядом с нулем существовать и сохранять свою жизнь. Ну то есть в принципе нам волноваться особенно не нужно, что у нас наступило глобальное потепление. Ну конечно, об окружающей среде нужно заботиться, заботиться нужно каждому. Это бесспорно, да, потому что от нас от всех зависит. Ну безусловно. Если один человек там не будет пользоваться полиэтиленовыми пакетами и откажется, это ни о чем. Ну да. Если это в принципе в масштабах как-то вот хотя бы государство регламентируется. Раздельный сбор мусора, это все актуально, весь цивилизованный мир так живет. Но там совсем паниковать, да, конечно же, не стоит. То есть опять же то же самое потепление климата дает и позитивные же какие-то аспекты. Мы можем на своих приусадебных участках культивировать такие экзоты, которые раньше интродуктором и не снились, например, в начале 20-го века. Да, у нас магнолии появились в садах Ленобласти. Причем, да, не один вид, не всего. Так что в этом есть и положительные аспекты. Это дает нам широту, фантазии, эксперимента. Не паниковать, а да, просто немножко привыкать. Использовать то, что мы сейчас имеем. В среднем же потепление за последние 300 лет в районе 6 градусов. Да. То есть это, в принципе, достаточно значительная цифра. И динамика эта сохраняется. То есть если говорить о уровне зимней устойчивости, те самые уровни, которыми помечают свои растения американцы, когда они говорят, то, в принципе, это же потепление на 6 градусов соответствует смещению на целый уровень. Санкт-Петербурга из зоны номер 4 в зону номер 5. Это опять же расширяет ассортимент выращиваемых растений. Ну да, зона номер 5 уже позволяет гораздо больше размахнуться в садах. Да, это уже не, скажем так, подзона Южной Тайги, не зона рискованного земледелия, а это уже в принципе то, что мы можем получать какие-то стабильные урожаи, выращивать действительно интересных экзотов. И это для садоводов большой-большой плюс. Ну, будем надеяться, что в январе просто выпадет снег к началу как бы серьезных заморозков. Куда же он зенится? Да, да, да. И тогда, в принципе, как бы все наладится и все прекрасно под снежным покровом перезимует. Спасибо вам большое за увлекательный рассказ. Присоединяйтесь к каналу Европлант. Подписывайтесь, оставляйте ваши вопросы. Если они у вас есть, к Александре мы обязательно ей передадим. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова